Всем привет, с вами Ларнист, и сегодня я сделаю тутор о том, как сделать плохую, в принципе, аватарку. Вот, опять же, почему решил сделать тутор, да все потому, что некоторые люди, ну, думают, что если надо сделать хорошую картинку, то обязательно нужен для этого фотошопа, тому подобное, там программы какие-то. Нет, нам понадобятся программы, но с этим программой я вас знакомил, так сказать, ранее, и поэтому, я думаю, вам не составить туда, чтобы просто сделать результат. В принципе, у нас должно получиться что-то подобие вот этого. Сейчас покажу. Так. 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 Так, так, так. Ну вот. Первое, над чем мы будем работать, это мы будем делать статическую картинку абсолютно. Как бы, ну, вон, видите, да, небольшой какой-то эффект и тому подобное есть. Вот. И так же я вас научу, как сделать анимацию. То есть, та же картинка, но, получается, он снимает с вами. Ну, я допустил небольшой косяк, в том плане, что она слишком маленькая получилась, но, тем не менее, вам хорошо видно, то, что картинка анимирована. То есть, вот. И, в принципе, у вас происходит все нормально. Вот. Ну, давайте приступим, скорее всего. Для того, чтобы нам включать, нам понадобится Sony Vegas. И нам понадобится он, в принципе, два раза, ну, кому-то может быть один. Зачем мы сейчас заходим? Здесь мы будем делать наш текст. Вот. Вы можете, конечно, любую другую программу взять, какую вам удобнее. Там, не знаю, тот же Word, или, короче, нам нужен тот же текст. И текстов нужно сохранить вот и все. Ну, давайте напишем. Так. Угу. Ну, все. Мы написали. Теперь выбираем, значит, шрифт. Ну, мне нравится вот этот. Вот. Ну, размер, то есть, 36 будет, в принципе, нормально. Ну, и сохраняем, куда нам, в общем, нравится. Все. У меня просто есть, поэтому я делать этого не буду. Вот. Сейчас просто заходим в Particle Illusion. Дело в том, что я до этого уже сохранял. Вот он, этот проект. Сейчас я его открою. Мы просто разберем составляющие. Ну. Вот. Получается, у нас примерно вот так все это. Дело. Вот. Ну, можно еще раз посмотреть. Вот так вот. Итак, разберем составляющие. Здесь, видите, нам понадобится текст. Ну, и понадобится, в общем, эффект вот этого сияния заднего фона, стекла. Ну, и сейчас, если у меня уже ранее было открыто, тогда узнаем, это хрень будет где-то вниз. Да, вот. Эмиттеры запоминаете 08, 01. Здесь у нас данная хрень будет. То есть она в двух видах. Вот есть такая, есть такая. Разные есть, но, ну, потому что я использую именно вот так, по-моему. Вот. Ну, в принципе, вы можете здесь на свою фантасию, то есть вам вот эти эмиттеры поставить, как вам надо. Я имею в виду вот этого вот, битого стекла. Ну, битое стекло вы можете найти, эмиттеры под названием, как я уже раньше, помню, утром говорил, PE-Eclectic 2. Понятно, говоришь? И три вот этого. Вот, то есть тут разные есть битого стекла. И вот этот, как вы пыли, ну, вот стекло у нас конкретно. У нас было, то есть, какой есть стекло, это вот так вот линейно. То есть это вот вы ставите одну точку, идете куда вам надо, то есть, напишем сюда. Ну, и вот для воспроизведения, видите, нажимаете, стекло, битый, вот. Ну, в принципе, да, то есть с эмиттерами здесь понятно все. Поскольку о Тане внутренне я не говорил, то в уроке помню, как сделать собственное интро. В принципе, может сказать, для этого делаем, может, собственно, интро где-нибудь в музе еще написать, нормально будет. Вот. Ну, для начала с текстом. Опять же, я вам напомню, просто мы сейчас создадим новый. И с текстом попробуем следующее. То есть, у нас есть, вот, как вы помните, кто качал, в дополнительных это можно найти, pre.logan.txt. Вот. И у нас, по-моему, стоит, если я ошибаюсь, сейчас гляну. Так. Наверное, на втором, скорее всего. Да, вот он, наш текст. Вот. Здесь делаем поле работы побольше. Вот. Так. Вот мы поставили. Значит, выглядит у нас примерно это вот так. Видите, да? То, что написано ParticleVision. Типа P.Vision. Да. Ну и что мы делаем дальше? Как вы, наверное, помните, два раза нажмотаем. Потом ParticleVis вкладка. ShinShape. Ну, у нас уже есть заготовка. То есть, вон, я называл ее. Куку. Вот. Опять же, как сказать, вы берете, добавляете свой текст. Ну, допустим, вот, который вам надо, да? Ну, сейчас вон, на FF добавлю. Вот. У нас там. Дальше, видите, да? Прозрачное все. Убирайте Full Color. Видите, черный фон появился. Ну, и чтобы убрать, вот, Transpensives, а прозрачность, по-моему, означает, то есть, не помню, нажимаете правой кнопкой мышкой. И вот, если вы сделаете больше, он вообще тоже прозрачное встанет. Если вот, прям на ноль, то есть, вот, очертание у нас есть. Ну, дальше, ну, сейчас я выберу нашу Ку-Ку-Ку. Make Active. Вот. Что мы видим? Видим мы следующее, да? То есть, конечно, мы все сделали. Вот. И у нас появляется непонятно, откуда взяла санкопись Плюша. Сейчас объясню. Ой, я же подавился. Дело в том, что наша иллюзия, она состоит из еще, так скажем, небольших иллюзий. То есть, мы, вот, помните, можем сделать Live, там, подредактировать, как надо. Ну, в данной иллюзии, она сделана вот Outline текст и Solid. Ну, по-моему, Solid как раз, скажем, то, что нам мешает. Вот. Открываем его. И нажимаем Live, да? Вот мы видим. Ну, и просто до ноля ее делаем. Все, видите? Надпись пропала. Вот она. Вот ее нет. Все. И таким образом у нас вот получается текст, да? Вот. Дальше мы это дело сохраняем. То есть, нажимаем на Save. Ну, я имею в виду, как сохраняем. Конечно же, когда вы, вот, текст вы сделали, дальше вы накладываете иллюзии, как вам нравится, как вам угодно. Их тут очень-очень-очень, еще раз повторю, очень много, то есть, на любое, я не знаю, там, на любое желание, то есть, вот. Ну, вот, по-моему, наша заготовка, вот я ее сделал. Там, правда, плюшин, видно, на заднем фоне. Сейчас попробуем убрать. Так, Live. А, ну да, вон, я тут немножко поднял ее. Все. О, нажимаем здесь сохранить. Ну, и тут дальше, опять же, сохраняем. Так, а, название. Ну, я не знаю, там, тут же 0.0. Сохранить. Здесь, внимание, выбираем. Вот, компрессор. Нажимаете Full Frames. То есть, это значит, он будет, ну, видите, да, Uncompressor. То есть, наше изображение не будет сжиматься, а таким образом у нас будет четкое качество. То есть, какое должно быть, там, хорошее качество получится. Если же мы выберем какой-нибудь кодек, он, соответственно, сожмет и будет нововатое качество. Ну, нажимаем ОК. Дальше вот здесь, ну, когда все сделаете, нажмете Рендер. Пойдет рендер, соответственно, ну и все. В принципе, я просто не буду, но я все сделаю, но я уже знаю, если сохранил. Вот. Дальше наши действия, они еще, наверное, проще и рендерные. То есть, как мы создавали текст, то есть, опять открываем Vegas. Вот. И тут мы просто вставляем нашу заготовку. То есть, вот она. Вот он. Ну, мы видим, текст слишком маленький, поэтому пользуемся панк-роф. То есть, приближаем нам до нужного размера. Пусть вот так вот, да. Вот. Тут скопируем и поставим точку на начало, чтобы у нас все равно было. Иначе у нас... Вот. Ну, иначе у нас вот такая хрень получится. Так вот. Еще раз скопируем. Время не ставим. Вставляем. И теперь, да что за хрень? Еще раз вставляем. Ага, все, вот. Ну, и теперь у нас вот стопическая. Вот. Ну, и как картинку, вы сами понимаете, нам нужно... Просто поймать какой-нибудь нормальный, скажем, скриншот, да. Вот. Вот. Можно вот так, да, допустим, такое дело. И просто нажать сохранить. Но вы также можете, то есть, сделать, не знаю, разрезать надпись, поставить любой там переход, какой вам нравится, да. И тоже сохранить на скриншоте. Вот. Это, ну, также можете наложить там различные ЦК, там все перефекты. То есть, это опять же добавит красоту в вашей картинке, скажем так. Ну, просто ради эксперимента. Ну, вот так, да. Ну, это я дефолтный наложу, вот. Вы можете также применить, то есть, ЦК, вот тут, Magic Bullet, то есть, плагины у вас пользуются. Они вам еще круче, то есть, ну, не знаю, показывать не буду, в принципе, это все показывалось уже давно. Ну, то есть, качайте Magic Bullet, плагин для Sony Vegas. Ну, можете не качать, в принципе, но это так красиво, картинка получится. Так. Ну, понятно, сохраняем, и получается скриншот. Все, то есть, этот скриншот мы выкладываем. Загружаем, и все. Ну, а теперь, как мы делаем анимацию. А, блин, закосячил, закосячил. Так, сейчас. Ой. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. 7, 7, 7. Закосячил, закосячил, в том плане, что нам надо сохранить это. Просто, если я сейчас начну делать анимацию, то у меня такой же маленький текст будет, и поёкану бабай, как у вас баба. О, не болел. О, все. Если все равно, где-то банки справляются, она не далеко. Ну, это херня, не будет видно, в принципе. Ну, как-то так, в общем. Можно еще увеличить, в общем, опять же, на свой вкус. Пусть, дальше делаем, так. Так, вот, повести в в. Ну, и опять же, здесь мы выбираем папку, потому что хотим загрузить. Вот, и просто, дальше, элементарно, все. То есть, сохраняем наши виды, так называемые антикликты. Так, у меня стоит NMV, это плохо. Нам нужно AVI, потому что программа работает именно с AVI. Вот AVI у нас поставлено. Так, выбираем какой-нибудь, так, ну, какую-нибудь обычную сейчас выберу. Даже будем, не знаю, что делать. Ладно, так, не то, не то, не то. Просто надо выбрать, и там можно строить, в принципе, путь еще такой. Пожимаем. Пожимаем так. Пусть вам 720, в принципе. И все равно возьмем, используем настройки проекта, делаем, чтобы у нас было на экран, скажем так. Ну, и сохраняем. Все сохраняем, сохраняем, все проверяем. Ну, просто, чтобы не потерять. Ну, сюда антиклик назовем. Окей. Рендер значит. Так, окей. Сохраняется, да, они такие вроде пошустрее, я так думаю. В принципе, могу нажать на паузу, потом вернусь к вам. Ну, вот, значит, у нас все сохранилось. Дальше, что мы делаем? Следующее. Следующее, мы делаем анимацию из этой картинки. Программа называется 1, 2, 3, AVI, 2, GIF, Conjector. То есть, очень простая, в плане того, что... Ну, я не знаю, сказать, что ребенок разберется, да, наверное, так оно и есть. Вот. Нажимаем Opened File. Так. Ну, ищем нашу, то есть уже сделанную запись. Открылая. Вот она. Не знаю, в чем дело, но почему-то нам не дают сделать следующий шаг. Так, сейчас еще раз наползну. Ну, так, в общем, я сделал рендер еще разок и уже поставил 720 и не ставил настройки проекта. Попробуем. Но если сейчас не получится, то хреново-хреново будет в плане анимации. Ну, опять 25. Странно, в том, что те, которые вот он... Нет, они работают. Так, ну, так уже интересно. А, это заработало. К тому, что именно вот это вот у нас было в этом. Как его. Ну, излези мы сохранили маленькое. Ну, в общем, ладно. Я не знаю, конечно, в чем дело, но я думаю, может быть, кто-то разберется. В плане того, что почему ID-файл он не хочет сохранить. Либо другой нужно формат играть. Программа только не давит, я точно знаю. Вот. В общем, у нас вот так мы закинули. Он нас просканировал, что как есть. Здесь мы убираем точку. Давайте 300 на 300 попробуем. Сейчас. Ну, нажимаем коммерт. Так. Весь у нас 920 фанбайт. Это бодяга. Вот. Ну и дальше нажимаете право только мышкой и сохранить. То есть сохранить как гид-анимацию. Ну и не сохраняем, соответственно. Давайте всегда так хорошо. Здесь, конечно, разницы и будет. Давайте, хотя бы, конечно, да. Тут больше видно будет. Так. Сейчас. Индактировать. Так. Далее моготип. Опять же, у нас маленькое все будет. Но, тем не менее, я тут покажу просто как делать гид-анимацию для тех, кто не знал. И вообще, как это проще, так сказать, гид-анимацию для тех, кто не знал. Единственное, за пару у нас вышло. Ну, видите, даже другой значок вырежет. Это означает, что у нас гид-анимация получилась. Вот. Так же, можно, наверное, скорее всего, другие. Есть конвентура, которые будут видеть в других файлах. Ну, формат, допустим, ВМВ будет. Вот. Я думаю, в принципе, это возможно. Ну, вот видите, да, то, что у нас все получилось. Анимация довольно-таки нормально, шустря, да. То есть немедленно, не затормошена. Но. Просто единственное, что у нас маленькая она. Потому что мы не обработали веки себе. Надо будет разобраться. В общем, я думаю, что данный пункт вам оказался полезным. Не знаю, пишите в комментариях, задавайте вопросы, если что-то непонятное. Как делать. С удовольствием отвечу всем. Пока что я нахожусь в отпуске. Поэтому вот решил хоть тут разделать. Мувики будут позже немного. То есть я сейчас почему-то реально не могу определиться с музыкой, которую я бы хотел начать делать. А так как определюсь с музыкой, вы потом можете кидать моменты. Спишите со мной мой Steam-аккаунт. Вы знаете. Я напишу его также в описании, кому надо. Ну, в принципе, можете так заполнить. Диман 25, когда все с маленьким. Либо просто в армист наберите. Просто выдастся в стиме. Это возможно. Ну, а так. Всем пока. Надеюсь, данный пункт вам будет все-таки реально полезным. Все желаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.